Седьмой класс, четырнадцатая серия. Решение задач. Задача первая. Катер прошел по течению реки за три часа такое же расстояние, как за три с половиной часа против течения. Известна скорость течения реки 2 км в час. Надо найти собственную скорость катера. Обозначим за х км в час собственную скорость катера. Когда катер идет по течению реки, его скорость х плюс 2. Когда против течения, х минус 2. Время по течению три часа против течения три с половиной часа. Путь, который был пройден, один и тот же. Решая это уравнение, находим х. Собственная скорость катера 26 км в час. Задача вторая. Двадцать четыре карандаша разложили поровну в несколько коробок. Если бы коробок было на одну меньше, то в каждую пришлось положить на четыре карандаша больше. Сколько было коробок? Допустим, было х коробок. И в каждую положили у карандашей. Значит, у карандашей в х коробках. А всего 24 карандаша. Если бы коробок было меньше на одну, то тогда пришлось положить бы в каждую на четыре больше. Те же 24 карандаша. Так, раскрывая скобки, упрощая это выражение, получаем следующее. у равен 4 умножить на х-1. Вот, рассматривая это равенство и это перебором, находим значения х и у. у делится на 4. Значит, можно рассмотреть значения, такие как 4, 8, 12 и так далее. Следует помнить о том, что значение этого произведения должно быть равно 24. Так, подходит только такой вариант. х равен 3, 3 коробки, а у равен 8. 8 умножить на 3, 24. Здесь 4, здесь 8, здесь 3 коробки. 3 минус 1 это 2, 2 умножить на 4, 8. Вопрос, сколько было коробок? Было 3 коробки. Задача третья. Найдите несократимую дробь, которая не меняет своего значения, от прибавления к ее числителю 6, а к знаменателю 9. Обозначим эту дробь, вот, числитель А, знаменатель Б. К числителю прибавили 6, а к знаменателю прибавили 9. Так, по свойству пропорции, произведение крайних равно произведению средних. Так, раскрываем скобки, упрощаем и получаем следующее. 3А равняется 2Б. Причем АБ, вот эта дробь, несократимая, значит, подходит только А, равная 2, АБ – 3. Итак, это дробь 2 трети. Так, задача четвертая. Из корзины взяли 2 яблока, затем треть остатка и еще 2. После этого в корзине осталась половина всех яблок. Сколько яблок было первоначально? Обозначим за х. Вот число яблок, которое было первоначально. Допустим, длина вот этого отрезка. Х яблок было в самом начале. Сначала взяли 2 яблока. Допустим, 2 яблока взяли. Затем треть остатка. Если то, что осталось разделить на 3, взяли треть. Треть остатка. А остаток – это х минус 2. Одну треть вот этого остатка. Потом еще взяли 2 яблока. И осталась половина. Так, значит, вот эта половина и эта половина. Х делить на 2. Так, значит, если за х обозначить число яблок, которое было первоначально, значит, взяли сначала 2, потом взяли треть остатка, вот эта треть остатка, еще 2, и осталось половина. Все, осталось решить это уравнение. Здесь можно привести к наименьшему общему знаменателю 6. И найти значение х. х равен 20. Итак, сначала было 20 яблок. Задача пятая. Можно ли нарисовать на плоскости 9 отрезков так, чтобы каждый пересекался ровно с тремя другими? То есть у каждого отрезка должно быть 3 точки пересечения. Вот, например, пересекается один отрезок, пересекается с тремя. Сколько же всего точек пересечения будет в таком случае? Если у каждого 3 точки пересечения, а всего таких отрезков 9, получается 27 точек пересечения. Причем каждая точка пересечения считается дважды. Когда рассматривается один отрезок, она один раз считается, а потом второй раз. То есть если получилось нечетное число, то тогда невозможно нарисовать таким образом. Потому что каждое пересечение считается дважды. Итак, вопрос «Можно ли?» Ответ «Нет, нельзя». Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...